«А почему так много народу?» — вслух озвучила я свое удивление, неизвестно кому обращаясь. Потому что только сейчас отметила тот факт, что помимо прессы и телевизионщиков с камерами и осветительными приборами в первых рядах, зал был не просто переполнен, а набит под завязку. Люди сидели на дополнительно принесенных стульях, стояли в проходах и вдоль стен, толпились в распахнутых дверях. И все посматривали на возвышающийся на сцене и пустующий пока президиумный длинный стол, утыканный микрофонами, бутылками с водой и высокими стаканами. «Так ведь Краснин будет вести конференцию и отвечать на вопросы», — пояснил неизвестный молодой человек, стоявший справа от меня, в этой сутолоке, оказавшийся совсем близко, уже даже где-то притираясь ко мне плечом. «И?» — больше выражением лица попросила я дальнейших разъяснений. «Вы что, ничего не слышали о Краснене?» — отчего-то удивился мальчик. «Наверное, все-таки мальчик, лет девятнадцати, не больше». «Только общую информацию», — пояснила я степень своей осведомленности о данном господине. «Геофизик, доктор наук, работает в Институте Арктики и Антарктики и еще преподает в Горном университете. В этой экспедиции первый заместитель начальника, ну и все остальное официальное». «Значит, вы ничего не знаете о Красе?» — разулыбался практически счастливый пацан. «А Крас, как я понимаю?» — поторопила я. «Да, мы его так называем», — радостно принялся пояснять мальчик. «Ну, в смысле его студенты». И переспросил с некой долей подозрения. «А вы журналистка?» — и кивнул на фотоаппарат, висевший у меня на шее. «Ну, что-то вроде», — туманно отозвалась я. «И что, действительно о нем ничего не слышали?» Я покрутила головой из стороны в сторону, вызывая в парни сразу два трудносочетаемых чувства. Некую обиду и удивление такой моей неосведомленностью и жгучее желание рассказать о великих достоинствах своего учителя. «На Краснина ходят как в кино или в театр на имя великого известного актера. На его лекциях посещаемость сто двадцать процентов, а то и больше, потому что приходят слушать студенты с других факультетов, и преподы, и аспиранты. «На Краснина даже в институт поступают». Это в каком смысле? Как-то не сразу поняла я такой оборот речи. В том смысле, что многие абитуриенты стараются поступить в универ именно на наш факультет, чтобы попасть конкретно к Краснину. Он же не только разведочную геофизику преподает, он и курс геологии и геофизики читает. «Это, конечно, замечательно, но что же в нем такого исключительного?» усмехнулась я, видя такую увлеченность студентика своим преподавателям. «Так и не объяснишь», — засмущался неожиданно молодой человек своей излишней восторженности. «Он умеет так рассказывать и преподавать свой предмет, что влюбляешься в науку?» «Не знаю», — окончательно стушевался парень. Даже зарделся от смущения немного. «Вот честное слово!» И кивнул в сторону сцены, куда начали один за другим подниматься и устраиваться за столом ожидаемые всеми официальные лица. «Сейчас сами все услышите и поймете», — пообещал парень. «А я уже о парнишке забыла», — рассматривала с пристрастием, как только что выяснилось, весьма знаменитого господина Краснина. «Он был выше среднего роста, худощавый, подтянутый, мускулистый». «Ну еще бы!» «Судя по той информации, которую я накопала о нем в сети, каждое лето он проводит в научных экспедициях. Больше двадцати раз был на Северном полюсе, в том числе несколько раз, как считается у настоящих полярников, в правильном, то есть истинном достижении полюса. От любого берега пешачком, на лыжах и собачьих упряжках. От земли, как они это называют, а не на корабликах и вертолетах. Это среди специалистов и достижением полюса не считается. Так, туристическая прогулка». А при подобном времяпрепровождении спортивная фигура подразумевается как-то сама собой, хотя, может, гражданин и штангой балуется. «Ну, не суть. Вернемся к внешности, так интересовавшей меня. Между прочим, действительно сильно интересовавшей. Но о причинах такого жгучего интереса я потом как-нибудь». Я подняла камеру глазам, настроила оптику на приближение картинки и рассматривала его через объектив весьма подробно. «Итак, мускулистый, высокий, подтянутый. Внешность приятная, но спокойная. В том смысле, что не красавец писанный. Далеко не красавец, но интересный мужчинка. Даже с некоторой харизматичной мужественностью в чертах лица. Не длинные, но и не короткие волосы. Вполне приличная, даже где-то стильная стрижка. Улыбка приятная. Тут уж ничего не покритикуешь. Приятная улыбка. А взгляд задорный. Молодой, с чертинкой в темно-зеленых глазах. Краснин вообще выглядит моложе своих тридцати семи лет. Пока я рассматривала господина ученого, пресс-конференция уже началась и покатила своим ходом. Продолжение следует...